Переходный возраст и процесс полового созревания проходит у всех по-разному. Женский организм меняется более заметно, он более чувствителен к влиянию внешних неблагоприятных факторов. Сегодня мы расскажем вам, что происходит с женским организмом, когда он растет. Если вы впервые на нашем канале подписывайтесь, чтобы не пропускать новые интересные ролики, а вот и очередной перевод 1000 рублей нашему подписчику. Оставляй комментарии, и если они не наберут лайки, ты победитель. Рост В период полового созревания организма совершается резкий скачок к началу первых месячных, перед которым наблюдается ускорение роста. Оно становится причиной нескладности и непропорциональности тела девочки. А напишите в комментариях, сколько вам лет. Прыщи Во время пубертатного периода из-за увеличения костей в процессе роста кожа значительно растягивается. Чтобы избежать трещин, организм активизирует сальные железы. В результате их работы волосы и кожа приобретают более жирный вид. Излишки деятельности сальных желез ведут к возникновению прыщей и угрей на лице, в шее и спине девочки. Развитие молочных желез Формирование молочных желез начинается с увеличения размеров орелов. Далее у девочки начинает расти молочная железа в целом. Предпоследняя стадия развития груди завершается в 14-16 лет. Окончательный размер молочных желез достигается только после рождения и кормления ребенка. Рост волос Признаки полового созревания у девочек включают в себя появление волос на разных местах, которые происходят одновременно с ростом груди. У некоторых девочек этот признак появляется первым. Сначала вырастают единичные волоски, а в течение 6-12 месяцев они распространяются везде. Изменения фигуры Во время пубертатного периода под влиянием высокого уровня женских гормонов кости таза растут в ширину. В результате этого бедра девочки становятся значительно шире. Происходит увеличение количества жировой ткани, которая откладывается в области ягодиц, бедер, молочных желез и плечевого пояса. Изменение настроения Во время пубертатного периода девочка может чувствовать себя энергичной и счастливой, а уже через небольшой промежуток времени без особых причин стать грустной. Довольно часто все это сопровождается низкой самооценкой и недовольством своим внешним видом. Изменение скелета В какой-то период времени девчонки начинают резко обгонять своих сверстников-мальчишек в росте и развитии. Впереди начала пубертата девочки начинают расти в длину активнее, прибавляя еще и в массе. Это вполне нормальная ситуация. Под действием гормональной перестройки и активация обмена веществ резко возрастает концентрация гормона роста и формируется скелет по женскому типу. За счет этого активизируются зоны роста длинных трубчатых костей. Обмен веществ Параллельно с ростом скелета происходит изменение обмена веществ под действием женских половых гормонов. Это объясняет и особенности фигуры, так как активируется жировой обмен и отложение жира в специфических местах. На бютрах и ягодицах, в области талии, спины, груди и плеч. Это приводит к приятным округлостям женского тела. Обычно девочки имеют невысокий рост в сравнении с мальчиками, но ширина бедер относительно плечевого пояса больше. Изменения в теле В течение периода полового созревания девочка будет все больше думать о своем теле. При этом она может чувствовать себя неловко. Все признаки изменений естественны и не существует никаких правил в отношении того, когда и как быстро все должно происходить. Необходимо чаще принимать душ, ежедневно используя мыло или гель для душа и дезодорант. Вот простое руководство по различным этапам периода, которые переживает девочка. На этом все, друзья. Если это видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также смотрите предыдущие ролики. Хорошего настроения, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok